Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Юлия Мноцаканова. О том, что происходит в России и мире, расскажем прямо сейчас. Я и мои коллеги подготовили подробный обзор событий. Коротко о главных темах. Особые навыки. В израильскую армию берут людей с аутизмом. Спорт и мир едины. Во Франции подписали конвенцию для футбольных хулиганов. Израиль проводит необычный эксперимент на службу в армию. Стали брать с диагнозом аутизм, как уверяют особенные люди. Они по-особому работают с информацией. В штабе анализируют данные со спутников и полученные с их помощью снимки земной поверхности. Работа эта требует скрупулезности, концентрации внимания. С недавнего времени ее выполняют солдаты с диагнозом аутизм. Рабочий день для особых солдат длится 8 часов. Все это время они проводят за компьютером, изучая электронные карты. Проект по привлечению аутистов к службе в армии для Израиля – эксперимент. Идея возникла 4 года назад. И в Министерстве обороны уже через год разработали план привлечения аутистов к службе в спецподразделениях армии. Перед тем, как приступить к службе, особенные солдаты проходят трехмесячный курс обучения в колледже, где с ними работают не только военные, но и психологи. У военных есть своя работа на складе – сортировать запчасти для военной техники или помогать на кухне. Подход индивидуальный. Каждому подбирают задание, которое ему по душе и с которым он может справиться. В Израиле армия абсолютно для всех. Очень важно, чтобы эти особенные люди понимали, они тоже могут служить. У них высокая мотивация. Они с удовольствием выполняют работу, требующую терпения и внимания к деталям. В то же время они приучают обычных солдат воспринимать людей с ограниченными возможностями, как полноценных участников общества. Солдаты с аутизмом, как и все израильтяне, служат три года, правда, на добровольной основе. Армию они могут покинуть в любое время. Эксперимент считают успешным. Более того, аутистов планируют привлекать и на другие должности, например, в службу программирования или контроля качества. Мир за безопасность спорта и мирных болельщиков в Париже. Подписана новая конвенция о борьбе с футбольными хулиганами. Она закроет дорогу на крупные турниры буйным фанатам. Документ поддержали представители более десятка государств, в том числе и России. Англия пока нет. Этот документ относится не только к футболу, но и ко всем спортивным мероприятиям в принципе. Конвенция акцентирует внимание на предотвращении насилия, на том, чтобы предупредить его совместными усилиями. Это важный шаг к безопасности, в то время как идет подготовка к чемпионату мира 2018 года в России и чемпионату Европы 2020 года, который пройдет сразу в 13 странах континента. Россия в числе 14 государств, среди которых Франция, Швейцария, Украина подписала конвенцию в первый же отвезенный для этого день. Позднее к ним присоединились и другие страны. Протокол это допускает. С теми, кто ездит на турниры, не наслаждаясь праздником, а крушить бары и бить лица, будут бороться сообща. В странах-участницах создадут футбольные информационные центры, которые будут выявлять потенциально опасных фанатов и делиться этими данными друг с другом. Это позволит заранее закрывать хулиганам дорогу на крупные соревнования. У нас в нашем законодательстве уже предусмотрен запрет на посещение футбольных матчей нарушителей правил поведения зрителя, но они не распространяются на нашего же зрителя, когда они посещают при выезде с территории Российской Федерации. То есть подписание этой конвенции позволяет нам уже внести соответствующие изменения в действующие законодательства, которые будут ограничивать выезд и въезд на территорию того или иного государства тех болельщиков, которые попадут в этот национальный общий международный информационный футбольный центр, которым будут даны рекомендации о запрете или ограничении на вход на тот или иной матч. Чтобы действительно побороть фанатскую агрессию, нужны кардинальные совместные меры, которые пытаются предпринять те, кто подписывает новую конвенцию. Главное, чтобы ее положения не оставались на бумаге. Команда ученых из Массачусетского технологического института США разработала новый тип программируемых вакцин на основе РНК, названный средством против любых болезней. Исследователям удалось получить антигены к вирусу Эбола, свиному гриппу и малярии, эффективность которых достигла 100%. Вакцина состоит из молекулярных нитей генетического материала, известного как РНК. Ее можно программировать, записывая информацию о любом вирусном, бактериальном или паразитарном белке. Затем ее помещают в молекулу, которая доставляет РНК в клетки организма. Там она преобразуется в белки, активирующие иммунную систему человека. Вакцины можно вводить внутримышечно, что значительно упрощает их использование. Авторы работы считают, что такой же принцип можно использовать для создания вакцины против рака, которая будет обучать иммунную систему человека распознавать и уничтожать опухоли. Звезда старых охотников за привидениями Билл Мюри и его замена в новом женском ремейке фильма «Лесли Джонс» посетили мероприятие, организованное актером Сетом Рогеном и его женой. Мероприятие было посвящено сбору средств на помощь людям с Альцгеймером, а также на исследования по поиску лекарств от данного заболевания. Так именно, Мюри стал первым, кто откликнулся на предложение Рогена с трибуны вечера делать пожертвования на благотворительность. Актер передал благотворительному фонду Сета Рогена чек на 10 тысяч долларов, а его коллега по борьбе с привидениями уговорила большое количество гостей поступить таким же образом. Вечер в поддержку борьбы с распространением Альцгеймера собрал 200 тысяч долларов. Настоящие животные страсти кипят в Чили. Там крыса сразилась со змеей, чтобы защитить своего детеныша. На любительской записи видно, как змея спешно уползает с добычей в зубах. У нее на хвосте, в буквальном смысле слова, разверенный грызун – мама малыша. Она бесстрашно нападает на похитителя, буквально вырывая крысенка из его пасти. Ролик сняла жительница Чили. По словам женщины, эту запись она сделала по дороге домой. И впечатлившись геройством матери грызуна, решила поделиться увиденным с друзьями в социальных сетях. Женщина призналась, она никогда не видела такого и не ожидала такой популярности. Ролик успели просмотреть 16 миллионов пользователей. Это вся информация к этому часу. Новости доступны на сайте телеканала, а также на видеопортале YouTube. Хорошего вам вечера. Оставайтесь в приятной компании ТБН.